Масштабная стройка подходит к концу. На 36 гектарах, кроме основного предприятия, 46 объектов инфраструктуры, включая автономную электроподстанцию. Уже в конце года на этом заводе будут выплавлять высоколигированную сталь. Мощность предприятия 2 миллиона тонн продукции в год. В основном цех идет монтаж технологического оборудования. Рабочий заканчивает установку конвертера. Это сердце завода. Конвертерная плавка позволит производить сталь высокого качества разных сортов. Масштабный проект инвестор реализовал за 4 года. Объем инвестиций свыше 40 миллиардов рублей. Мы будем разливать, использовать жидкий чугун. Будем производить конструкционные марки стали. В дальнейшем в рамках стратегии развития нашей компании до 2030 года мы построим следующий передел. Это цех обработки металлопроката, который позволит существенно сократить поставки по импорту. Тем самым мы строим новые технологии для импортозамещения. Новое предприятие – это не только дополнительные налоги в областной бюджет. С открытием производства появится более полутора тысяч рабочих мест. Создание комфортного инвестиционного климата – одна из главных задач областного правительства. Инвестор идет в регион. Это показал Международный экономический форум, который в начале июня прошел в Санкт-Петербурге. О его результатах докладывает министр экономического развития области. 22 соглашения на сумму почти 84 миллиарда рублей. На форуме впервые подписаны меморандумы с двумя крупными промышленными компаниями по реализации специнвестконтрактов. Это новый вид господдержки – снижение налогового бремени на срок до 10 лет. Для инвесторов возможность вложить высвободившиеся средства в развитие проектов. Мы ищем инвесторов, мы заключаем контракты, мы будем строить новые производства, будем обеспечивать людей достойными зарплатами. И все это нацелено на улучшение качества жизни наших граждан. Молотоннажная химия, материалы для космической отрасли. Новые предприятия инвестора планируют размещать на территории особой экономической зоны, в Узловой. Четыре таких соглашения также подписаны на форуме. Для нас важно, что высокотехнологичные производства будут представлены в нашей особой экономической зоне. При этом хотелось бы отметить, что задача, которая стоит перед правительством Тульской области до конца текущего года, чтобы в особой экономической зоне появилось 8 резидентов. На сегодняшний день есть уже и восьмая заявка на получение статуса резидентства от новой компании. Международный экономический форум показал у Тульской области большой инвестиционный потенциал. Здесь выгодно вести бизнес. В региональном правительстве заверяет, господдержка ждет всех инвесторов, независимо от объемов вложений. Много планов по развитию инфраструктуры, в том числе создание скоростной железнодорожной магистрали, по которой от Тулы до Москвы можно будет добраться всего за час. Будут развивать и моногорода. На форуме подписано соглашение по созданию в Суворове стали прокатного производства. Для района самой сложной ситуации по безработице – событие важное. В планах правительства уже в этом году создать во всех моногородах зону опережающего развития. Надежда Милехина, Вадим Роженков, Андрей Сенчугов, Первый Тульский.